Это проект Бесплатная Школа Видеоблогера, меня зовут Геб, и я рад всех приветствовать на канале Бесплатная Школа Видеоблогера. И сегодня мы проводим анализ пьюти канала Виктории, возможно называется Ковка Закет, как-то может быть по-другому, но пока нечитабельно, и так, Ковка Закет. И какие же мы дадим рекомендации по оптимизацию каналу Вики? И так, мы обратили внимание на шапку канала, также не было важно, нужно будет доработать обложки канала, и что дальше мы затронули, это как название канала, так и трейлер, коснемся вот такого. И далее, что мы решили дополнить к этому каналу, это частота выходов роликов. Следующее, на что мы обратили внимание, это теги, и последнее, это посев, посев в социальных сетях. Об этом более подробнее через небольшую паузу. Это проект Бесплатная Школа Видеоблогеров, и здесь же идет аудит бьюти канала Виктории. Он, скорее всего, может быть называется Ковка Закет, может быть по-другому, поэтому мы более подробнее остановимся об этом именно на название канала. И первое, на что мы обратили внимание, это шапка канала или же баннер канала, это вот эта вот часть. Здесь, в принципе, она сделана неплохо со своим вкусом, да, как бы как для бьюти канала неплохо с одной стороны, но здесь не хватает конкретно призывов и больше какой-то информативности, да. То, что это бьюти-блог, ну, хотя тут, в принципе, понятно из-за этих помадок и карандашей и так далее, да. Но все-таки, на что мы обратили внимание, это чтобы дополнить больше информативностью и добавить призывы к этому каналу. Хороший пример могу привести как Бесплатная Школа Видеоблогеров. Мы видим, какая здесь красивая шапка, кстати, уже она обновилась к Новому Году, здесь уже есть и елочки и так далее, все атрибуты Нового Года. И дальше, что здесь у нас есть призывы, подпишись, давай, дружись. Также здесь написано, что здесь ждет посетителей на канале, то есть создание канала с нуля на Ютубе и продвижение, и также монетизация, что немаловажно. Об этом здесь все будут учесть, поэтому здесь бы, как бы, неплохо было бы вам добавить каких-то призывов, либо же информативности о вашем канале. Это первое, на чем мы обострили внимание. Следующее, что мы скажем, это нужно будет поработать над обложками канала, потому что, ну, это, по сути, не обложка. Может быть, это, как бы, какой-то красивый кадр, но он не говорит ни о чем, что будет происходить в видео. Он не считабелен и он не кликабелен, за исключением, что милая девушка, да, она... Стоит на превью видео и хочется нажать. Ну, например, на такой ролик, я думаю, навряд ли кто-то нажмет из парней. Ну, и это же наша вторая рекомендация, это поработать над обложками канала, потому что обложки не несут ни информативности, они не читабельные. Хороший пример могу привести, это пойдем на канал «Видео для бизнеса», если мы откроем здесь все видео, мы посмотрим, какие здесь яркие читабельные обложки. Что немаловажно, когда, если мы включаем какое-то наше видео, и здесь в правом нижнем углу, когда похожее видео мы смотрим, мы видим, что наши обложки читабельные, по сравнению, например, вот здесь, да, как и такая надпись. И здесь, тут сразу понятно. Вот, поэтому мы обратили внимание, второй наш совет, рекомендация, это обложки канала у Вики, на Викином канале. Итак, и следующее, да, на что хотелось бы обратить внимание с самого начала, это название канала «Covka The Cat». Ну, просто смотрите, какая ситуация. Вы двигаетесь, у вас все ролики называются на русском языке, то есть, как бы на русском, вы продвигаетесь, да, в русском языке, и с русскими роликами, и с русскими названиями, все у вас по русскому тегу, у вас тоже русские, а название на английском. Вот это вот, как бы, не очень. Если же вы качаете какой-то бренд, «Covka The Cat», да, то, возможно, в принципе, это и хорошо, но придется тогда что-то заработать, доработать, я извиняюсь, доработать, то есть, как бы, добавить каких-то призывов, которые будут, как и в шапке канала, так и здесь, да, там, типа, узнай, типа, как сделать стрелку и тестируем, да, там, «Covka The Cat», и так далее. Все вот эти вот, да, узнай, попробуй, научись, сделай, накрась, вот такие вот призывы, чтобы добавлялись. Ну, и на что хотелось бы еще обратить внимание, это трейлер канала. У вас трейлер канала 8 секунд идет, это неплохо было бы использовать, как открывашку ваших видео, да, то есть, в каждое видео в самом начале 8 секунд, в принципе, неплохо такое будет заходить. Вот, а трейлер канала там должно более быть подробнее расписано и показано, да, что здесь за канал и что здесь ждет посетителей. Поэтому подумайте и над этим нашим советом, так как название и трейлер канала мы отнесли к одной совету рекомендации. Следующее, на что мы обратили внимание, решили дать совет Вики и ее каналу, это теги. Поработайте над тегами канала. Почему? Даже если далеко ходить не будем, вот такое вот видео, к примеру, как было добавлено неделю назад, мы видим, какие здесь у нас теги. Они, ну, односложные, они... Может быть, релевантное видео, да, если мы тут не стандартное, например, не будете средства бюджетно, возможно, но над тегами нужно работать и работать. Как хороший пример могу привести, опять же, наш канал «Бесплатная школа видеоблогеров», если мы посмотрим вот такую вот штуку, да, и включим, в принципе, любое видео, и здесь мы посмотрим, какие у нас есть теги, да, видим, что теги здесь однословных вообще нету, они все, как бы, релевантные видео, хорошие теги, и также теги канала, их много. Если у вас, то их не односложные, их мало, поэтому наш совет и рекомендация тоже самое, это вам поработать над тегами канала, что немаловажно, да, и дальнейшее сразу же мы перейдем, как от тегов канала, так же и ролики, описание под роликом. Если вот включим, опять же, ваше недалекое последнее видео, здесь мы видим хорошие, да, сокращенные ссылочки, но мы видим, что это, походу, с Алиэкспресса, да, или откуда вот будут такие ссылки, то есть они будут переводить на сторонний ресурс, а это и есть нехорошо. Что же мы советуем в этом случае? Ссылочки должны быть и должны присутствовать в описании, но они должны быть сокращенные, и они должны быть вот такого вот типа, как вот здесь у нас, да, то есть сокращенные гугловские ссылочки. Вот что, какой наш совет по поводу, что касается описания. Описание, в принципе, да, ну, в общем, что здесь, да, здесь должно присутствовать краткое содержание ролика, с вхождением ключевых слов, ну, и так же ссылки, да, если ссылки будут на другие ресурсы, интернет-ресурсы, это будет плохо работать, это будет являться нарушением правил YouTube, об этом написано даже в справке. И перейдем к следующему нашу совету рекомендации, это будет у нас посев, посев роликов в социальных сетях и так далее, да. Посмотрим, группа ВКонтакте есть у Вики туда, посмотрим, что же у нее здесь. Здесь неплохо, наверное, да, все как бы есть ролики. Опять же, вот ее ролик, который она, да, залила у себя на канале, но не залила его здесь, именно на платформе ВКонтакте. Что есть плохо? В чем суть нашего рекомендации и совета по посеву роликов? Посев, это значит, вы на отдельную платформу отдельно загружаете каждый ролик. Это наш совет рекомендации по поводу посева, не репостить, а именно загружать ролики как ВКонтакте, так и в Facebook. Если мы зайдем, еще смотрим группу в Facebook, ваша, бывает и такое печально, что страница не найдена. Ну, Instagram, Instagram будет хорошо, раз посеве все. Вот, поэтому наша последняя рекомендация, это было по поводу посева. То есть, загружайте каждое видео на каждую платформу отдельно в социальной сети. Ну, и давайте вкратце еще раз пробежимся, на каких же мы остановились рекомендации для Вики и ее канала. В первую очередь, мы хотели бы, чтобы она доработала свою шапку канала. Также немаловажно, чтобы поработала Вика, либо ее канал в общем, да, как команда, поработали над обложками под роликами, да, чтобы было какое-то вхождение в ролик, чтобы они были читабельны и кликабельны. Дальше мы обратили внимание на название канала и трейлер канала, что тоже немаловажно. Если вы двигаетесь в русскоязычном YouTube и по-русскому у вас называются все ролики и русские у вас теги, то, наверное, было бы осмысленным сделать название канала именно на русском, потому что, например, мне не очень было понятно, да, как же все-таки будет звучать этот канал, «Ковка за кэт», либо же как-то по-другому. Также трейлер канала у вас неплохой, 8 секунд, но это, скорее всего, даже не трейлер, а больше будет идти как заставочка, то есть открывашка вашим видео. Неплохо, да, оно ярко, красиво, вхождение в видео будет, можно сделать как открывашку вашу. Интро, можно так просто сказать. И дальше, да, что мы затронули, это описание под роликами. Поменяйте ссылочки, чтобы они у вас были сокращенные и гугловские, и это будет хорошо работать для вас. Ну и последний совет, на котором мы остановились, это посев. Посев ваших роликов в социальных сетях, как в ВКонтакте, так и в Фейсбуке, так же и в Одноклассниках. Отдельно на каждую платформу заливайте ваши видео. Вот такие вот простые, но в то же время нужные советы мы даем каналу Виктория. Я думаю, что это видео было полезно не только ей, а и остальным, кто следит за нашим проектом «Бесплатная школа видеоблогеров». Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео в социальных сетях и со своими знакомыми. До встречи на нашем проекте «Бесплатная школа видеоблогеров».